Стас работает на самом большом книжном рынке в Украине уже более пяти лет. Продает специализированную литературу. Почти все его издания привезены из России. Последнюю партию книг он получил еще в прошлом году. Если таможня будет закрыта, мы ничего не увидим, прочитать не сможем. Вопрос, почему русскоязычные в Украине не смогут читать книги на русском? Процент населения русскоговорящего у нас же большой. Закон об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского характера действует в Украине с начала года. Формально запрещены издания только с антиукраинской риторикой. Но по факту таможня не пропускает абсолютно всю печатную продукцию из России. То, что завезли, да продаем то, что завезли. Дальше я не знаю. Неизвестно, как и все остальное неизвестно. Никто не возит, запрещают возить. Вы что? Даже вот вчера подходил мой знакомый, который не на рынке работает, где-то в центре у него магазин. И он сказал, что какие-то книги, даже какие-то каталоги, поездом ехал. Ну, вы отобрали эти каталоги. Так что да, ничего не провезешь. Такая ситуация продлится еще минимум три месяца, говорят чиновники. Этот закон касается информационной безопасности страны. Есть регламент. До 20 марта. Мы должны до этого времени все решить с формальностями. Потом только начать работать. Ничего страшного не происходит. А если вам мало профессиональных книг, наконец украинские издатели начнут их печатать. Продавцы книг отмечают, если комиссия не заработает до весны, магазины продержатся на остатках продукции где-то до марта. Потом начнется контрабанда. Что касается периодики, то мы уже сейчас без проблем на рынке нашли точку, где продают нелегально ввезенные газеты и журналы. Продавцы таких точек разговаривать с нашей съемочной группой отказались. Боятся, что закроют. Если смотреть чисто с экономической точки зрения, то неудовлетворенный спрос каким-то образом должен удовлетворяться. Если говорить об экономической, то по Харьковской таможне это где-то полтора-два миллиона гривен неполученных сборов таможенных только по одной таможне в месяц. Но по году эта цифра может вырасти до 20-25 миллионов. Но больше всего от нового закона страдают книжные сети. Для них легальный импорт важен. Практически все магазины в Украине ориентировались на продажу российской литературы. Сложно сейчас предвидеть, что с ними будет дальше. Либо закроются, либо начнут брать в продажу больше книг украинских издательств. Касательно специализированной литературы, которая издавалась только в России, то это вопрос времени. Уже в этом году многие российские издательства начнут печататься в Украине, прогнозируют эксперты. Таким образом, они не попадут под ограничения на импорт. Российские издательства будут передавать права украинским партнерам. Но пострадает рынок специализированной литературы, то есть интеллектуальной, медицинской, энциклопедии, художественной альбомы. Тем не менее, продавцы печатной продукции уверяют, что украинцы не проявляют интерес к изданиям антиукраинского характера. Поэтому принятый закон пока создает больше проблем, чем помогает местным издателям. Ирина Кононенко, Александр Бевс. Настоящее время. Киев.